Итак, ребят, всем привет, с вами Макс Каландрад Групп, и я вам презентую новый шикарный интенсив по бэкэнду. Но не просто по бэкэнду, бэкэнд для начинающих, и это первая из двух частей. Что это значит? Как вы знаете, у меня бывает такой формат, когда бэкэнд и фронтэнд выходят вместе. То есть, к примеру, у нас были для продвинутых курсы, для начинающих интенсивы. Ну, курс интенсивы я называю интенсивы, потому что это за короткий срок, скажем так. И они связаны, то есть, условно, во фронте мы используем бэк, который написали, а бэкэнд пишем на основе дизайна. Ну, понятно, да? В этот раз тоже самое абсолютно, да? И это, на самом деле, будет полное обновление интенсивов для начинающих, потому что они были написаны уже два года назад, то есть, или даже чуть больше, уже устарели технологии, уже устарела, в принципе, моя подача, да, предыдущая, качество хуже и так далее. И это новое обновление с новым материалом, с новым стеком технологий, почти с тем же проектом, но с нововведениями. И мне кажется, это вот обновление позволит нашу платформу взять максимально стабильный и крутой, в том плане, что теперь новичок может зайти на платформу, купить подписку, я о ней в конце расскажу, и человек пройдет путь от самого нуля, с нуля, да, для начинающих проходит, бэкфронт, потом для продвинутых бэкфронт, и еще мобильная разработка есть, то есть, полноценный путь от нуля до мид-разработчика, и это невероятно круто. Окей, что будет в этом интенсиве? Давайте об этом поговорим. Это будет демо-ролик, он будет выложен на сайте, вот, а те, кто смотрит на ютубе, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и продолжаем. Ссылки все в описании будут на новый бэкэнд. Окей, во-первых, это будет полноценный бэкэнд для нашего воркаут-приложения. Как оно будет выглядеть? Я покажу макетику, так выглядит наше приложение, приложение для тренировок. Дизайн немножечко обновим на фронте, да, вот, это будет уже в следующей части интенсива по фронтенду. Сначала выйдет этот интенсив, и вот, если вы смотрите это видео, значит, он уже вышел. Там также будет домашнее задание, также будет крутой материал. Домашки сделал такие же, как и сделал в React Native интенсив, всем они понравились, я сделал такие же здесь. И, короче, вам будет невероятно круто и полезно, я уверен, что вы прям кайфанете. Давайте разберем все преимущества, да, собственно, и почему это, я отвечу на самый главный вопрос, почему этот интенсив важен для просмотра абсолютно каждому, даже если вы просто фронт-разработчик, который не хочет заниматься бэкэндом. Я вам об этом расскажу. Итак, важно понять, вначале, ребят, я также сделаю уроки по JavaScript, то есть, условно, у нас будет вот бэкэнд, да, бэкэнд. Но я вначале сделал один либо два урока, чисто вот хочу вам пояснить JavaScript, потому что моя основная ошибка была в предыдущих интенсивах в том, что я делал для начинающих материал, да, при этом сам JavaScript я не пояснял, и люди, которые пришли с базовым знанием JavaScript или вообще его не знают, они не могли, значит, проходить данные интенсивы. В этот раз такого не будет. То есть, я с самого начала скажу вам, вот так выглядит JavaScript, так им нужно пользоваться, покажу базовые всякие примитивные вещи, да, которые вам позволят написать базовый бэкэнд на JavaScript с использованием Node.js. И я думаю, это еще будет лучше, да, для новичков, опять же, это будет ниже входной порог, скажем так, да, и каждый сможет попробовать данный интенсив и тем самым повысить свою квалификацию. И, как я уже говорил, ребят, этот интенсив подойдет как и для новичка, так и для продвинутых. Почему я так говорю? Потому что, во-первых, каждому фронтендеру, я уверен, нужен бэкэнд, да, неважно, я сейчас не говорю про продвинутый бэкэнд, который мы делали с вами в интенсиве по онлайн кинотеатру, да, я сейчас говорю про базовое понимание бэкэнда. Почему это важно? Потому что в любом случае фронтенд-разработчик работает с запросами, это в любом случае происходит в каждом проекте. И тут важно, ну, чтобы у тебя в голове было понимание, как на бэкэнде это все дело устроено, иначе ты не можешь отправлять правильные запросы, да, у тебя есть готовая документация, есть готовая API, но бывают нюансы, в которых ты плаваешь, потому что ты не понимаешь бэкэнд, как он вообще устроен. И вот чтобы это понимание у тебя создалось, тебе достаточно просто изучить какой-то базис, основную базу. И как раз таки в этом интенсиве будет именно та база, которая тебе нужна. Про что я говорю? Здесь будет разбор Node.js, Express, Prism и так далее, Postgres, короче, это мы еще с вами поговорим в конце, да, про полный стэк. Но вкратце вот такой прям совсем такая база, то есть прям вот совсем база, да, но при этом этой базы вам хватит для понимания. Я уже молчу про ребят, которые хотят уйти в бэкэнд в итоге, да, это будет идеальный для вас старт. И при том потом можете проходить следующий интенсив, который уже есть на сайте для продвинутых. То есть у вас будет полный roadmap, скажем так, как дойти до уровня middle и кайфануть. Вот нереально круто. Окей, что в этот раз таки будет нововведение? Одно из крутейших нововведений, это мы, я проводил опрос, да, в веб-чате в нашем, где у вас будет поддержка по вашей подписке, да. Я проводил опрос у ребят, так они уже проходили интенсив для начинающих, я спрашиваю, ребят, а что вам нужно обновить, что вам нужно добавить такого, что, ну, того, чего не было в первых интенсивах для начинающих. И они попросили поменять базу данных, ну, то есть MongoDB уже малая польза спросом. Почему? Потому что, ну, то есть она, да, она актуальна и так далее, но я так понимаю, основная причина в том, что она ушла с российского рынка и уже не так комфортно ей пользоваться. На самом деле, раньше ее все юзали для пэт-проектов, ты мог легко в онлайне себе создать базу данных, ее поюзать и так далее. Сейчас это уже гораздо сложнее делается и, на самом деле, ну, она меньше востребована, чем тот же самый Postgres, то есть или по-другому называется PostgreSQL. Эта база данных такая более популярная, она считается более продвинутой, но, тем не менее, я считаю, что ее можно добавить спокойно в интенсив для начинающих, потому что то, как я вам ее объясню, я думаю, поймет абсолютно каждый, ничего в ней сложного нет. Для новичка это будет тот же самый SQL, только со своими особенностями. Касаемо ОРМ, то есть что такое ОРМ? ОРМ, да, это то, как будем работать базу данных, условно, как будем строить запросы в SQL формате, либо будем использовать ОРМ какую-то. И ОРМ будем использовать с вами Призму, потому что Призму сейчас, опять же, на хайпе. В прошлый раз мы использовали с вами, по-моему, Мангус, он так называется, библиотека. Она уже, ну, очень давно устарела, по моему мнению, да, сейчас все пользуются Призму. Я подумал, блин, а почему бы новичку сразу не учить те технологии, которые будут, ему нужно в собеседовании и вообще где угодно. Важно понимать, для тех, кто, допустим, любит TypeScript, да, этот интенсив будет написан на чистом JavaScript. Почему так? Потому что я хочу, чтобы новички поняли все досконально, да. И я хочу, чтобы у нас на сайте были вот для начинающих чисто на JavaScript, а для продвинутых уже следующих, которые, опять же, уже выложены, да, чтобы вы в них смогли плавно войти, а там уже будет полноценный TypeScript. Там и уроки по TypeScript, и там в целом идет полноценная уже типизация. И я думаю, что не имеет смысла сейчас вам давать здесь типизацию, потому что здесь вам нужно дать базовое знание JavaScript, а уже дальше вы переходите на уровень для продвинутых, и там проходите интенсивы с использованием TypeScript. Мне кажется, крутая история. Итак, ребят, с чем мы будем работать? Будем работать с вами в итоге из такого, из основного. Это Node.js, это Express, это Prisma в качестве URM, это PostgreSQL, это GVT токены, то есть для авторизации, и это Priter для форматирования. Ну и всякие там мелкие моменты для... Покажу, как настроить среду разработки, покажу, какой конфиг настроить и так далее с самого проекта, как взять базовый шаблон. Короче, это все так же вам покажу, расскажу, поделюсь с вами сниппетами, которые я использую для ускорения написания кода и так далее. И последний момент, ну точнее, предпоследний момент, да, я как я уже говорил до этого, будет домашнее задание каждому уроку. Вот, то есть условно, как у нас было, всем понравился интенсив последний по мобильной разработке React Native, да, там почему понравился, потому что крутые были домашние задания, то есть там домашние задания были следующими форматами. Вы смотрите урок, и я даю в конце урока задания, такие, которые мы еще не сделали, скажем так, их нужно вам сделать до следующего урока. Вы делаете, и на следующем уроке, в начале урока, вы смотрите уже, как я это реализовал. То есть вы реализуете по-своему, да, на своем уровне, а потом смотрите, как сделал группа игры профессионал, то есть я. Да, то есть вы смотрите, как сделал человек более высокого уровня. И тем самым понимаете, где в вашем коде KIA есть ошибки, то есть такой более лайф-формат получается. И всем это понравилось, поэтому я решил здесь сделать такие же домашние задания, мне кажется, будет вообще прям круто. И, ребят, самая такая вишенка на торте, это в конце вас ждет диплой этого приложения, как и фронт, так и бэк части. То есть в каждом интенсиве будет диплой приложения, потому что это тема востребованная, и все новички не знают, как это делать, как это вообще работает. И мы с вами это реализуем, почему бы, собственно, нет. Задеплоем с вами бэкэнд в этом интенсиве, в следующем по фронту, который будет после этого сразу же выйдет моментально, да. Мы с вами задеплоем уже непосредственно сам фронт, то есть клиентскую часть. И мне кажется, это будет прям такой киллер фича, это мало кто делает в интенсивах, вообще в курсах, и мне кажется, это будет наше крутое преимущество. И финально хочу вам поделиться, ребят, в целом, что вы получаете в нашей подписке, да, потому что все это делается ради подписки, то есть все это вместе входит в одну общую систему. Я решил не идти по стандартной тропе, если кто меня не знает, да, как другие там блогеры, стримеры и так далее, школы, неважно кто. То есть как обычно все происходит в нашей сфере, ребят. Есть курсы, да, продают их по 50, по 100, там, по 150 тысяч, неважно абсолютно. Я решил пойти немножко по другому пути, я хочу все-таки прокачивать свою платформу, я не хочу использовать готовую платформу и так далее, я не хочу делать сайт на тильде, это не мой путь. Я хочу делать свой продукт, который будет качественным и будет приятным пользоваться, вот, поэтому я развиваю свою платформу, да, html.ru, вы там покупаете подписку, есть разные тарифы от 3 месяцев, то есть 3 месяца, 6, либо навсегда. Тариф навсегда позволяет вам просто один раз накупить все и кайфануть, вот, а другие тарифы позволяют вам просто получить временный доступ к платформе. Смотрите, что получается за 3 месяца, да, то есть базовый тариф, пока купили 3 месяца, вы получили доступ ко всем интенсивным на платформе. Их на данный момент 6 штук, да, то есть это тризинг для начинающих, это верстка, бэк и фронт, да, тризинг для продвинутых, также интерактивные курсы, поддержка в вип-чате, рубрика проект с нуля выходит в каждую неделю, исходники больших проектов, в том числе исходник каждому заданию. Забыл вам сказать, ребят, у нас теперь к каждому уроку будет приходить не общее хранилище будет, то есть не общий архив будет, да, к каждому уроку, к каждому отдельному уроку будет отдельный архив, то есть именно состояние проекта на текущий момент. И это, мне кажется, вообще прям тоже круто, потому что нам многие раньше, типа, хотели получить именно состояние проекта на текущий урок и не могли это сделать, потому что они в итоге имеют просто общий код приложения, да, готовый уже. А теперь это также мы реализуем. Кроме этого, большие розыгрыши и авторские стримы раз в месяц. Вот это все получится за 3 месяца Если берете подписку на 6 месяцев или больше, получаете также закрытый клуб 5 утра в подарок на 1 месяц И тариф навсегда, я уже о нем говорил в целом Здесь будет приоритетная поддержка, 9 месяцев закрытого клуба И также у вас доступ навсегда То есть вы один раз купили и у вас нет автоплатежей У вас просто один раз купили и кайфуете всю жизнь, бесплатно получаете все будущие, все прошлые, все текущие интенсивы Все для вас полная платформа, для вас бесплатно И важно понять, также есть, как видите, тариф этот по частям То есть в рассрочку, да, можете оплатить кому-то интересно, скажем так Либо можно оплатить полную сумму Как-то так, ребят, поэтому я думаю, что этот интенсив, как и следующий, который выйдет по фронтенду Они заслужат ваше внимание, да, опять же, для всех абсолютно обязательный просмотр, ребят Любое ваше обучение строится на базе Я сейчас провел недавно Red Project, и я понимаю, вот, ну, видел код ребят, да И делал там ревью кода каждую, ну, там, каждые 2 дня условно И я, у меня есть представление, как вообще новички пишут код И я вот что вижу, то, что вот многие побежали за реактами, там, за нестами и так далее Все побежали куда-то далеко, там, видят других блогеров, как они это делают Но они упускают самое важное, а именно базу И вот в последние месяцы, которые вот, январь и февраль сейчас, да, будут Я постараюсь эту базу накинуть вам в нашей общей подписке Что я имею в виду? Во-первых, сейчас выходит интенсивы для начинающих, да В них уже будет встроена база JavaScript, и уже база бэкэнда, база фронта и так далее Это вот то, на чем будет строиться ваш фундамент, скажем так И также в феврале я вам еще добавлю в подписку, если вы сейчас купите, у вас также будет идти доступ, да То есть по текущей цене вам еще не надо будет доплачивать А потом, может быть, цена опять поднимется, это опять же никто не знает Касаемо февраля месяца, то есть вы сейчас купили, да, и в феврале вы уже получите еще один новый интенсив Это будет интенсив по JavaScript То есть мы там прям вообще максимально раскроем JavaScript со всех сторон Но это отдельно я вам расскажу уже, подписывайтесь на телегу также Вкратце я хочу дать вам просто все эти интенсивы, три ближайшие интенсива Хочу вам дать просто максимальную базу Чтобы у вас был очень такой твердый фундамент, который вам позволит идти дальше И дальше на этот фундамент уже накладывать кирпичики в виде новых технологий Вот, ну без фундамента у вас ничего не получится Потому что если у вас не будет фундамента, у вас будет конструкция хрупкая У вас все время будет все рушиться и так далее То есть будет эти время, вы будете там брать там Nest, Astra, TypeScript и так далее При этом не имея базы JavaScript, не имея базы там Node.js, Express и так далее У вас все это будет просто ломаться, рушиться и так далее Так что все, надеюсь вам это видео понравилось и вам под нас демка эта интенсива Я надеюсь вы заряжены, ребят Как обычно, от меня это мотивация, от меня это огромный заряд энергии Все это будет домашнее задание также, поддержка веб-чате, ребят Так что залетайте, буду всех рад видеть Так что все, ребят, добро пожаловать на наш проект htmlson.ru Все, ребят, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok